Если говорить о команде... Вообще у меня написано 2.12. Митя, извини, конечно. На этот матч... Ладно, не суть. Про Фнатик. Я думаю, что могут забраться, куда он сказал. К шестерочке, потому что они сражаются в регионе, где ТНС и MVP, которые уже показывают, что они играют хорошо, а они там вроде как доминируют, но любят сражаться на уровне. Я жду от них прохода по сядечке. Мы на этот матч поставили, как и на все другие матчи. Напоминаю всем зрителям, что вы тоже участвуете в конкурсе прогнозистов. Заходите в группу ВКонтакте ДОТ2РУХАП. И делайте свой прогноз. У нас все аналитики, за исключением Хвоста, поставили в этом матче на победу команды Фнатик. И только Хвост долго-долго думал и сказал «Ааа, давай эскейп». И что мы видим от команды Escape Gaming? Мы видим такой распик, который мы могли бы ожидать месяца два назад, наверное. Стандартный распик, то есть Слардар Найт Сталкер, но сейчас это выглядит достаточно инновационно. Такой же распик уже был в групповом этапе. От какой-то команды не вспомню точно. Найт Сталкер и Слардар. Да, но тем не менее. Выглядит не самым обычным пиком на первые два. Это против Баунти Хантера, потому что хотят поставить на линии очень плотных героев, чтобы он, как Ром, ищущий персонаж, который, знаешь, прибегает вот этих вот Миранг, царапает, или таких вот слабых суппортов на линиях. Здесь он не сможет ничего сделать, потому что из Слардара и Сталкера ты на линиях не похарасишь. Я думаю, другие линии они также будут укреплять. Тейдусик у нас появился. Это игра какая-то на верочку от Фнатика. Почему-то, я думаю, там будет Террор Блейд или Медуза 100%. Потому что это вот это Бест оф 1, Дота с хайграунда, у тебя рэвэдж треки. Если что, за счет лейта камбэкнем. Или даже оба. Да. Фнатик любит и того, и того взять в один пик, и им это, по-моему, даже победы приносило на плей-оффе Манилы. Насколько я помню, мы еще удивлялись, как же жадно. Они за 25 минут с Медузой из Террор Блейда заходили на хайграунд. Да, было такое. А у Эскейпа выглядит более активным пик, то есть может убивать по всей карте вдвоем, втроем. Тимбера не будет в этой игре. Фнатик решает, что не хотят играть против этого героя. Для Эскейпа уже очень хорошо может зайти Дазл. Я считаю. Тем более это их сигнатурный. Возможно, бенга какая-то даже, как второй саппорт. И нужно навязывать ранние драки. Возможно, с каким-то еще вот как раз таки инвокером для Койкова в мид. Может быть. Но Койкова инвокер, тинкер у него в стандартике. А Эскейп очень хорошо банит героев. Смотрите, они подумали о том, что может появиться… Медуза убрали. Да, Медуза и подумали, что может появиться Абадон, который, в принципе, очень неплохо работает против Слордара, я слышал. Против его Амплифай. Но только так. На самом деле с Абадоном у Фнатик был бы полный бред. У них было бы два супорта Баунти Хантера, Абадон, которые бы просто стояли и ничего не делали. Теоретически можно было бы поставить Тайда в миду, Абадон оффлейн, Баунти Хантера роуминг и какого-то хардкерри, но учитывая, что Медузу действительно забанили, я не могу придумать керрика. Лайфстилер для СК. Ну нужен Воид. Ну вот уже три милишника. Мне кажется, нужен Террор Блэйд здесь для Фнатик. Он здесь прям очень хорошо зайдет против Найкса. Возможно, Нага еще. Ну 100% будет какой-то персонаж, который на 90-й минуте убивает всех. Тролль. Когда ты начинаешь распик с Тайд Хантера и Баунти Хантера. Тролль против Свардара Баланара такой, потому что тебе срезают армор, а ты крути-не крути, ты уже сам не бьешь никого. Это проблема. О, пачки, Шадоу Шаман. Кстати, тоже неплохо против пачки милишников, потому что замия сейчас у нас там с фулсплэшем. Для меня наоборот, он здесь очень плохо, потому что будет у Свардара Блинк, будет Лайфстиллер в нем сидеть. Это просто корм. Да, он тут будет едой, вполне вероятно, если Эскейп получит какую-то раннюю доминацию. Но Фнатик, это любители Шадоу Шамана. Они пикали его на протяжении года неоднократно. Дурса может быть с Шадоу Шаманом в легкую, кстати. Да, они могут под любого персонажа взять. Под Урсу, под Джаггернаута, практически под любого. Кэрри, просто саппорт такой, который получает ВВА на линии с отводов и добавляет пуш потенциала за счет змей. А в Эскейп не временем появляется Сайленсер. Ну, куча милишников, бегущий вперед, набрасываешься на тебя, все это под глобал. Судя по всему, это саппорт Сайленсер. Сто процентов. Для Синдерона, наверное. Ябзор сместится на Найт Сталкера, на саппорта. Он тоже неоднократно этим персонажем показывал, что умеет играть. Сумасшедшие тайминги в Европе. Нага ним выдавал на этом персонаже. Там ланчер смотрится устрашающе в руках. Да, не Нага, но Пэл. Насчет устрашающего. По-моему, они себя только что похоронили этим Пэлом. Да я бы не сказал. Пэл здесь разбирается. С вот этими четырьмя в ВВТ он спокойно разбирается. Никто ему ничего здесь не сделает. С этими тремя он до него не доживет. Сайленс ты спокойно себя сбрасываешь, будь то мантой, будь то диффузом, набрасываешься на Сайленсера и потом режешь одного за другим, лишая их маны. По поводу доживет, не доживет, ну так можно вообще никогда с вейтом персонажем не играть. Ни с каким. У Фнатик есть определенный план. То есть они будут сплитпушить лансером, эскейпы будут навязывать драки, идти вперед. Шадоу Шаман будет где-то на крысу воровать пушки, выбегать, выигрывать какой-то. У Фнатик уже очень хороший сплитпуш потенциал вырисовывается. Разведка в виде треков. Шадоу Шаман, лансер. Герои, которые товара быстро сносят. В то же время, эскейп, до того, как у Наикса появится образный армлет Дезоль, такого прям хорошего товара демеджа и нет. Ну что же, и чем уже закончится драфт этой карты? Забанили Розора. Я думаю, что Фнатики из тех, кто может к Шадоу Финду какому-то вернуться сейчас в центр, они уже закончили, по-моему, как раз Сикретов они выиграли в ближайшей игре с дровкой и с снайпером. Вообще не знаю, у меня такое ощущение, какой-то вот мы смотрим Интернешнл, и вот эта игра, она как-то как будто вырезана вот несколькими месяцами ранее была сыграна. Ну это Best of 1, тут уже пошли заготовочки, кто чем умеет играть. Так это не заготовочка, это вот как будто стандартный пик, ну разве что Сайленсер не входит вот несколькими месяцами ранее. В прошлой мете якобы. Да-да-да-да, то есть вот как будто вырезана игра оттуда. У Фнати как раз тоже на Маниле еще были эти лансеры, которые там по 90 минут играли. На Шанхае были лансеры. На Шанхае были. Если бы Койква мог сыграть на лайфстиллере, я бы не удивился, для Escape Тинни увидеть. Сейчас Ember Spirit ты берешь? Ой-ой-ой. Оставили Вайпера против Темпларки в центр, и Баунти Хантер особо такой, ну такой себе помощник против Вайпера. А любят ли Койква играть на вайпере? У Escape есть идеальные линии, то есть там лайфстиллер с Сайленсом. Но Лайпер опять-таки по Элу вообще ничего не делает. Берешь Ember Spirit и все, он и на щит плевать хотел, и на Темпларку, и на Фантому, и на Тайтхантер, на всех. То есть он прилетел после поздороваги и всех убил. Его здесь не взять, его здесь не убить. Койква может на Ember, мне кажется. Ну не забудьте, что это все-таки Койква, поэтому у него пул все-таки ограниченный. Я не видел его. Это Инвокер, Тинкер, там всех алхимик. Мы с Индрен на самом деле не видели, это все-таки заготовки пошли. Поэтому здесь, если он на нем играет, и они его сейчас возьмут, это 100% победы Escape. Без каких-либо вариантов. То есть у тебя есть чем убивать Шадо Шамана, а кроме него здесь... 100% победы. Вряд ли такое присутствует. Как-то не звучит, исходя из их перфоманса. Тот самый момент, когда Ember Spirit, это та самая уверенность. Да не обязательно. Все-таки есть Шадо Шаман с Хиггсом. Игры разные. То есть ты можешь проиграть эту драку, тебе за реведж, тебе придут, збей поставят на базу, и ты лиспы сломаешь в сторону. Акс. Акс. А это... Это Акс, который пойдет в центр. По-моему. Либо Сайленстер, либо Акс пойдет в центр. Койква Акс. Акс против Темпларки пойдет. Ну, Best of One. Рискованно. Действительно. Битва за выживание продолжается. Escape Gaming против команды Fnatic начинает играть прямо сейчас. Ну, а мы передаем слово нашим комментаторам, Вилату и Light of Heaven. Спасибо огромное, Иван. Спасибо огромной студии аналитики. Доброе утро. Доброй глубокой ночи, господа. Мы с Зимой врываемся. Понятное дело, что уже поздняя, поздняя ночь. Но, ребят, не спите, потому что сейчас мы разогреваемся, а потом у нас десерт. Десерт такой серьезный. Сочный десерт. Да, ну, сейчас у нас будет очень интересный замес. Легенда азиатской Доты и Муши будет противостоять такому коллективу, как Escape Gaming. Можно сказать, современная Золушка. Профессиональные сцены, где ребята с самого нуля сформировались и за полгода показали невероятный результат. Прошли на квалы International и сейчас будут сражаться. Это достойно уважения. Очень круто сейчас потанцевали, потаунтили герои и продолжают танцевать. Действительно, выглядит это невероятно красиво, согласитесь. Особенно вот этот танцующий Слардар вместе с Тайтхантером. Очень круто. Ну что, а мы поехали смотреть игру. Так, Escape Gaming начинает играть против команды Фнатики. Одна из этих команд отправится домой где-то приблизительно через час. Это обидно, это досадно, но две команды уже отправились. Начинаем представление команды. Так, Койква. Койква играет у нас на Аксе у команды Escape Gaming. Эра играет на Лайвстиллер Эра, который на этой сцене бывал уже ни раз и ни два. На Сайленсере играет легендарный Синдерен, действительно легендарный человек, который даже комментировал Гранд Финал Интернешнл. И обзор у нас играет на Найт Сталкере. И, собственно, Хезу будет играть на Слардаре. Ну и ваше внимание представляется команда Фнати, где Ахайя, молодое дарование, будет играть за Тайтхантера. В свою очередь, Муши, тот самый профессиональный игрок, который в своей карьере переговорил, по-моему, вообще на всем. На Суппорте, на Харде, на Кэрри, на Миде играет на Фантом Лансере. Да, 3-4-3. Талантливый новичок будет у нас, в свою очередь, выступать за Баунти Хантера. Ну и Диджей забирает Шадоу Шамана. Ну а Мидван, Тимплар Ассасинка. Да, видели мы интервью с Мидваном, очень скромный, очень толковый, молодой человек. Хочется пожелать ему только удачи, потому что, действительно, у него еще все впереди, вся карьера впереди. Игра с такими мастодонтами сцены, как Муши, я уверен, пойдет ему только на пользу. Я уверен, даже если в этом году Фнатикам не получится показать лучший результат, то будущее у такого парня, как Мидван, есть, и оно очень яркое. И однозначно, даже если Фнатик здесь вылетит, нельзя будет назвать сезон для товарища Мидвана провален, потому что он засветился, он показал себя, и он будет еще сверкать. Да, но я бы добавил то, что с Муши у них получилась идеальная синергия, потому что, с одной стороны, Муши просто забирает себе героя Прайк Ли, как это делает Фир в свое время, и просто идет убивать в то время, как Мидвану отдают самых скилловых героев, инвокеры и другие герои, которые требуют нажимания кнопочек, ну и Мидван исполняет блестяще. Молодость, точно так же, как Койква, как бы вам ни казалось это странным, но Койква это самый молодой игрок команды Escape Gaming, и вообще человек невероятно молодой, и вы помните, что он в 2014 году очень ярко засиял, потом практически на год пропал, просто все по простой причине, потому что он заканчивал школу, господа, и он правильно сделал, что он закончил школу, есть примеры, когда люди школу не заканчивали, это плохие примеры, Койква школу закончил, вот он возвращается на топ-уровень, и действительно команда Escape Gaming, которая, как вы помните, собралась под тегом No Digity, и еще даже в Москве на офицентре была под тегом No Digity, здесь уже выступает на International, и ребята прошли через квалификации, это очень круто. Ну, на топе уже проблемы маленькие у Муши, погоняли его немножко Хезу с Ябзором, вот Ябзор на своем Night Stalker, это будет очень серьезная проблема для фнатиков, это факт. Всем прекрасно знаем то, что Баунти Хантер это жадность, это герой, который уходит со своей линии, и, как правило, помочь он не может ничем, потому что довольно-таки слабые у него статы, и всегда не супер крутой запах, чтобы можно было махаться с тем же Слардером, но в данном случае Слардосна и Сталкера могут на эту слабость надавить, и, как мы видим, 2 на 2, они стоят хорошо. Они вынуждают просто Баунти Хантера идти сюда, они вынуждают его бегать здесь, а не помогать где-то в Мидилхай, снизу проблемы, Синдерен вместе с Сайрой напрягли здесь Тайт Хантера, ну и вот мы видим, довольно неприятно. Выбор Сайленсера, опять-таки, не самый тривиальный герой, герой, которого мы видели не особо часто на этом турнире, но вот здесь взяли Сайленсера, опять-таки, Сайленсер, герой довольно интересный против вот этого набора Фнатиков. Ну, я бы не сказал, что это прям лучший выбор, но довольно интересно. А вот в Миде у Мидвана уже проблемы. Мидван, Мидван, если Тавар еще немножко побьет Койковый, он крутанется? Нет, не крутанется, когда надо. Но вот было близко. Интересный мы видим никнейм у Мидвана, обратите внимание, у него на никнейме написано Фнатик Мидван Спидгейминг MLG. Так вот, это маленькая отсылка к истории, к истории Доты. Если вы хорошо знаете историю Доты, если вы следили, в ноябре 2013 года случился чудесный турнир под названием MLG Коламбус, на который приехала великолепная команда Спидгейминг, еще и там с заменой, потому что не дали визу Бон Севену. И эта команда, которая потом превратилась в Evil Geniuses, сначала в Set Boys, потом в Evil Geniuses, начала турнир с четырех поражений к ряду в групповом этапе, но потом на второй день они собрались, они начали выигрывать, в итоге стали чемпионами того турнира, а в итоге эти ребята сейчас невероятно известны. Это был и Зай, это был и Фир, это был и Артизи, который тогда играл с Тенденом. Ну и вот с этого начался рост американской Доты, который привел к итоговому чемпионству команды Evil Geniuses. Ну и вот намекает нам Мидван на то, что мы тоже можем начать первый день 0.4, а в итоге дойти до чемпионства. Посмотрим, получится ли у Фнать. Ну, как показали группы, то, что многие команды играть умеют, но он нападает на Стлардера. У Стлардера проблем. Подходит шагу Шаман, сеточка имеется, наиболее сталкеру нужно таймить, постараться сбить, хорошо. Устарается Стлардер уйти, и Стлардер умирает. Ну вот я сейчас думаю, не было ли у Ябзора каких-то других вариантов для того даун. Прекрасно все делал, он стоял, ждал, он понимал, что нужно дождаться до момента, когда был закастован и шейклс, только тогда подстопить с собой бегущих людей, или вот непонятно эта ситуация. В общем, Фрестблат для Фнатик, и Фрестблат зарабатывает тот герой, которому это больше всего надо. Так что вот начало, в принципе, уже довольно успешное, и по сути, вот эта вот затея, даблой стоять против триплы, она уже, наверное, провалилась. Ну, не провалилась, а не удалась, скажем так. Ну, как минимум, нужно хотя бы поставить в центре, чтобы можно было контролировать подходы Баунти Хантера, потому что если он заходит, и ты этого не ожидаешь, то может случиться все, что угодно. Ну, то есть Фрестблат. Да, то есть Фрестблат. Ну, отошли. Сейчас, если уж мы не будем стоять на этой линии, так как на один раз нас убили, то можно попробовать Слардеру пойти в лес. Забрал Баунти Хантера. Мои любимые моменты в Доте 2. Наступила ночь, Баунти Хантер подбежал, двум пацанами из-под носа украл руну. Ну, он же Баунти Хантер, для этого и придуман, в принципе. Да, ну, в общем, раз у них с даблой, ну, немножечко не сдалось, то есть альтернатива. В данном случае Слардер с Талончиком, например, уходит фармить лес, это очень хорошо, а Найт Сталкер ночью побегает и, может быть, кого-нибудь поубивает, например, Тепларочку в миде. Да, в принципе, действительно, если на вот с четвертой по восьмую минуту не смогут Escape Gaming ничего придумать, ничего более-менее агрессивного придумать, да, если там Найт Сталкер не сделает какой-то там один-два ганга, который закончится фрагами, то тогда пик этого героя, в принципе, оправданным не назовешь, потому что расчет, конечно же, идет на первую-вторую ночь, но пока мы видим, что первая ночь заканчивается тем, что он просто стоит и прикрывает спину Кьезу. Это не самое лучшее использование этого героя. Да, можно сказать то, что с Даблой все-таки немножко не удалось, то есть в данном случае сейчас два героя большую часть времени проигрывают 2 на 2, ну а Баунти Хантер, он раз уж мидит и сделать особо ничего не можешь, там Тимпларочка против Акса, Акса ты не убьешь, да и снизу, как мы видим Тейт Хантер, он ушел в свои леса от топ, просто продолжает быть здесь и всегда на готове. Ахай тем временем ушел на точку Лу, фармит ее спокойно с Талончиком, у него 6-й левел на подходе, у Хая дела в принципе идут очень даже хорошо, его никто не трогает, его попытались понапрягать в начале, ничего не вышло. У него 24 криппа, из которых больше половины лесные, поэтому и левел хороший, поэтому и денег хватает. Ну ахай как ахай, вот посмотрим вообще на полезность глобальную этого Тейт Хантера, потому что все-таки 4 из 5 героев команды Escape Gaming невероятно плотными будут, и насколько будет полезен Тейт Хантер вот этот вопрос? Ну я бы сказал то, что вот именно на этом ивенте, по крайней мере, когда мы смотрели на статистику героев, там было видно то, что у Тейт Хантера огромнейший винрейт, Тейт Хантер творит невероятные чудеса в замесе 5 на 5, ну и вот здесь вот, наблюдая за прошлой игрой, та же где была LGD против Secret, там, ну не знаю, будь там Тейт Хантер, по-моему, любая бы команда с ним выиграла, это замечательный герой для Dota 5. Да, действительно, для Лэйта, не для Лэйта, это не суть важна, что творит он в Лэйте, это вообще отдельные разговоры, ну посмотрим, возможно мы и здесь увидим, прошлая карта у нас практически 70 минут длилась, посмотрим, во сколько ложится команды здесь, потому что это в первую очередь интересно, и нам, и, конечно же, нашим зрителям, которых мы прекрасно понимаем, которые сидят сейчас дома, и думают, блин, да когда же уже эти Na'Vi начнут играть, ну, ребят, все нормально, сейчас у нас только половина седьмого утра в Москве и в Киеве, так что время, в принципе, нормальное, как раз вот с утра вы проснетесь, скин на работу, или вы уже проснулись, ну и немножко на работу, я думаю, можно сегодня опоздать, International все-таки. Да, все-таки Na'Vi играет, и сегодня будет очень ответственный матч для них. Ну, то самое Best of 1, то самое Best of 1 на вылет, которое, напомним, в прошлом году не по силам оказалось пройти команде Na'Vi, ну посмотрим. Ну, в этот раз у них противник, скажем так, сильнее раза в два, а может быть даже и в три. Да, согласен, ой, 343 проблемы у него здесь могут быть, тапаут он делает, и успевает, все нормально, потому что я обзор до этого кастовал бой, то сбить тапа он не может. Слушай, минута осталась до конца ночи, ничего я обзор не сделал, абсолютно ничего. Ну, вот как минимум, Escape Gaming начали двигаться в правильном направлении, то есть Лордар, раз уж у них хардение сдалось, то просто купил себе талончик, пошел фармить лица. Да, немножечко поздно, да, он будет немножечко уступать тому, что Тейдхантеру, но с другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Что смотрим, будет ли атака сейчас на Ябзора, ревейдж уже имеется, Охай, если будет сюда лететь, сейвить Ябзора, могут быть и проблемы. Да, здесь два героя имеются, Ябзора цепнули в сетку, ночь на дворе, так вот, Охезу ждет, Хай, надо было подождать еще чуть-чуть, хотя Ябзора, Ябзора могут добить, да, Ябзора нет, не добили, Ябзор может пытаться уйти, Ябзор уходит, Муши всадится, Ябзор иллюзиями пытается, Муши его закрепит, но ничего не получается, у Муши проблемы, Доппельгангер, Муши пытается спрятаться подальше от Койква, есть Слэмданк от Койква под номером 1, сейчас Падежея будут под номером 2, вот Падежея под номером 2, Слэмданк, давай-давай-давай, вот под номером 2, и Охай, Охай сбили ТП, Охай огромные проблемы, но Охай надо распрутиться, Охай пытается уйти, никуда он, конечно же, не уйдет, Койква, Слэмданк под номером 3, Трипл-Койква, блестящая защита от Escape Gaming, немножечко далеко, немножечко поверили в себя Фнатик, почувствовали то, что они могут забрать быстро того же Найсталкера, но это же Найсталкер, как ты его быстро заберешь, 6 армора, плюс еще вышечка дает 3, огромное количество ХП, как мы видим, Найсталкер это не самая лучшая цель для гангов, да, если он не убивает тебя, это еще не значит, что можно пойти легко убить его, но вот ошибка от Фнатик, вынуждены они сразу же начинать мудрить с линиями, мы видим, Муша оказывается на нижней линии, и вот непонятно, что будет продолжаться, да, как игра будет продолжаться дальше, потому что вот это довольно серьезный удар, то есть то, что они Аксу сразу же насыпали столько денег, это может быть проблема, но отгоняет здесь Эру от Фарма, понятное дело, убить его никто не убьет, но, по крайней мере, заставят стоять под Тавером. Да, но как минимум, как минимум, можно с интересом люблять за тем, как Муша переходит в агрессию. Взял себе довольно-таки необычный билд, это сразу и Стики, и ПТ, и Аквила, для того, чтобы можно было идти и раздавать, и в данном случае решил помахаться с Ластилером на легкой линии. Ну, это довольно интересная затея, опять-таки, учитывая, что на топе не получилось, на топе Умер, да, до этого было сделано ФБ, что, конечно, плюс, но Умер еще и забрал с собой двоих тиммейтов, скажем так, это, конечно, огромный минус, но вот на РН Левел решили дать Диджею, но просто проблема в том, что у Койку скоро появится Блинг Даггер. Как только у Койку появится Блинг Даггер, мы будем наблюдать с вами то, что наблюдали на третьей карте матча MVP OG, когда Форев получил довольно быстрый Даггер, и он просто начал щелкать своих соперников, как семечки, прыгая по ним, как вот этот молоток в игре, где вот это вылезает из-под земли кроты, и ты их должен молотком выпить. Вот точно так же Койку будет развлекаться с командой Фнатик, если ему дадут вынести довольно быстрый Блинг, а они ему не смогут помешать. Они ему просто не смогут помешать. У него уже 1800 голды. Ну вот сейчас вот Койку немножко остановился, решил он не собирать себе какой-то вангуард или что-то на легенд, то есть ничего нету, просто стоит на миде и боится. Боится того, что может подойти в Phantom Lancer с ПТ, и сейчас будет его убивать. И в таком случае, наверное, лучше уйти в лес, пофармить Блинг, чтобы враг этого не видел, а после этого идти нападать. Возможно, пока нету от суппорта помощи, то есть имеется в виду, нету глобала, и на случай, если пойдет атака на тебя, то глобал тебя подсейвить никак не сможет. Ну вот забрал руну, ну, отойдет немножко отсюда. Ну, пока так вот, если посмотреть, Фнатики сделали выводы. Второй раз, я уверен, они под Тир 2 не залезут со своим реведжем, будут просто фармить. И в данном случае осталось ждать Escape Gaming, когда же появится ночь, и после этого ночью можно будет пойти и реализовать тот же Блинг на Аксе. Акс снова вернулся наверх. Ну что ж, побежали в смоке, сейчас Фнатики будут пытаться что-то придумать. 10 минут игры за нами. На первом месте у нас по фарму находится Мид One. Мид One старается со всех сил, но и вместе с Диджеем попытаются они через Серпинг Варды забрать Рошана. В принципе, довольно неплохая идея. Как бы Рошана они заберут. Есть Блайтстоун на Мид One, поэтому есть минус арморчик небольшой. Ну, сориентируется ли Escape? Или все-таки... Нет, наверное, даже если сориентироваться сюда они не придут, драку навязывать не будут. Новый рефракшн уже есть. И, в принципе, падает Рошан за Варды. Нормально его забирает спокойно Фнатики. Это, кстати, огромный буст, потому что дает и экспы на двоих и денежек немножечко. Ну, плюс, конечно же, и Аегис для Мидуана. Это значит, что можно нарезать какую-то драку. Самое главное то, что это очень тяжело спалить, особенно на 11-й минуте, потому что на 11-й минуте зачастую Тимбларочка убегает вот фармить этот стак. Кстати, мы здесь видим очень много крипов. И, как правило, ну, Escape Gaming до ночи не могли идти и выбивать. А Фнатики словили идеальный тайминг. Зашли в ровно тогда, когда Escape Gaming были не готовы убивать. Как бы они ждали ночи. Ну, и сейчас Аегис можно идти и попробовать его реализовать. Забываем мы, конечно же, еще про суперкомбо в исполнении Акса и Лайфстилера, когда будет у нас, собственно, инфест-бомбы от Акса, от которых не увернуться, не уйти, которые дамажат тебя и тут же привязывают на место и не дают просто никуда убежать. И это будет тоже огромная проблема. Они просто не дефят тавер. Они не знают, не знают, сколько здесь людей. Они видят двух, но боятся. Но боятся и, по-моему, правильно делают, что боятся. Ну, вот пока Баунти Хантер старается кого-то найти и дать ему трек, для того, чтобы можно было контролировать те перемещения, которые будут делать Escape Gaming вниз, чтобы попробовать ловить. В это время у нас остальная часть выдвигается на низ и забирает вышки. Такое ощущение, что они драться пока что 5 на 5 не хотят. Видимо, чего-то ждут. Я так понимаю, это Бликдаггер на Тимпларочке, чтобы можно было эффективнее врываться в драку и быть за того же Сайленсера. И трейдит. Трейдит тир-один на тир-один. Да, Escape Gaming тоже пока не спешат. Мидван в карьере 14 игр на Тимпларке с винрейтом 92% и КДА 88,3. Обалдеть. Запредельные цифры, если честно. Да, мы всегда делаем скидку на то, что Фнатик играет в юго-восточном регионе, где кроме них до MVP Phoenix в принципе сильных команд нет. Но с каждым годом мы не переставим восхищаться. Прошу прощения, прошу прощения. TNC Gaming. Да, мы с каждым годом мы не переставим восхищаться азиатским регионом, где все больше команд попадает на International и все выше места они занимают. Те же MVP. Да, да, да. MVP. Если бы в азиатском регионе два года назад мы с них только смеялись, а с NG региона ездили четыре команды на International, то в этом году один регион пошел вверх, а второй явно деградирует. Поэтому регрессирует, прошу прощения. Ну и Фнатики показывают пока замечательную игру с точки зрения стратегии. Ну то есть, во-первых, как многие отмечали, у них потрясающий лейт, у них кэрри. Phantom Lancer, у них кэрри. Тим Пларочка, эти ребята невероятно раздают. Все это заправляется Тайхантером с рефрешером, который в лейте потом просто убьет всю команду. Я не понимаю, что сейчас делают Escape Gaming. Ночь, ночь на дворе. Ну, а почему они стоят? Почему они не убивают массово команду Фнатик, не ищут их? То есть, пока ничего не происходит, Фнатики набирают бешеные обороты. То есть, как бы, этот трипл килл это единственное, что было сделано. А после этого деньги просто валятся и валятся в другую сторону. Это косяк. И при этом хотелось бы отметить то, что Фнатики сами сделали этот трипл килл. Они сами пошли. Смотри, Кой Ква. Кой Ква. Есть возможность не деморваться на двоих. Давайте посмотрим. Обзор. Обзор дает Vision. Все окей. Синдерен здесь же. Если что, будет глобал. Ну, если подставить сейчас Диджей, либо Охайо. Вот он Охайо. Будет прыжок на Охайо. Так оно и есть. Пошел и пьесно. Охайо успеет ли ультануть и надо ли ультовать. Наверное, надо. Есть глобал. Не может ничего сделать. И в итоге, мы видим, уходит отсюда. Синдерен пешком. Пешком один удар от Мидвана. Добивает Мидвана. Отлично. Тут 343. Вышел Зенвиза. На него тут же прыгает Кой Ква. Начинает убить 343. Просто погибает без шанса. 343. Ну, и защитные ворды на Хайгран не стоит. Поэтому не пойду туда эскейп. В принципе, удачно. Два в один. И глобал был заюзан. Могло быть и хуже. Ну, все получилось хорошо. Это то, о чем мы и говорим. Это что пока имеется ночь. Пока вы можете убивать. Самое время ходить. И стараться забирать такого Тайтхантера, пока он не наформил себе какие-то там Мекку и Гординг Рейс. Потому что сейчас он, ну, он может за бурст пострадать. Сейчас у него нет каких-то грейсов, которыми можно из себя тоже сайлинс моментально снять. И эскейп гейминг могут идти и уничтожать. Слушай, Дима, может мы зря внимание обращаем на Тайтхантера. Вот и как-то вот темп ларка. Думаем про блинка. Там же все-таки есть дезолятор. И в драке мы только что видели, что два удара темп ларки и там треть хп команда их просто-напросто пропадает. То есть, может, пусть забирает себе Тайтхантера, думает, Муша вместе с Мидваном. Мы с ними сами разберемся. Не, ну пусть пока забирают. В данном случае, как бы, темп ларочка фармит, Phantom Lancer фармит. Они имеют первые нетворцы на карте. И будет хорошенько их догнать. Но догнать их будет тяжело, потому что сейчас у нас 3-4-3 танкует. Сейчас 3-4-3 жертвует своей жизнью, чтобы Тайтхантер жил. Да, ну вот очередной фраг. Ну, опять-таки, очередной фраг, который, в принципе, в глобальном плане ничего не дает команде Escape Gaming. Это самое главное. То есть, фраги на Муша и фраги на Мидване. Это вот то, что должно интересовать в первую очередь. Именно агрессия, связанная с участием в драках вот этих товарищей, должна быть ключевым фактором каждого замеса для Escape прямо сейчас. Но посмотрим, получится ли у них. Важный элемент. Есть блиндагер у Хеза. Вот они прыгают на Охай. Охай есть ультимейт. Не забываем. Ухай есть ультимейт. Он ждет, пока пройдет рейдж. Он ждет, пока пройдет рейдж. Он ждет, пока пройдет рейдж. Рейдж проходит. Он зарез скрипа у нас очень хорошо. И, конечно, все сделала Эра. Но забрали у нас уже одного героя. Забрали кое-каку. Эра тоже забирает. Будет ли погоня. Должна быть погоня. Пошла трэпа. Там ТПА делает отсюда и обзор подачи. Ему не сбить. Ну, в принципе, больше никого не догонит. Ну, вот, вот самое главное. Два кор-героя погибают. Ну, блестящая игра Тайтхантера, которая приняла на себя весь удар, который довольно-таки хорошо танковал весь этот замес. И вот тут видно, как без Глобала эскейп-гейминг драться очень тяжело. То есть, казалось бы, они идут вперед. Видно то, что Арбуза за свой проказ не забрать. И получилось так, что Ластиллер пошел один. Он остался на передовой. Остальные герои начали бежать. Да, так действовать нельзя ни в коем случае. Действительно, если нет Глобала, то идти в драку, в которой точно будет Тайтхантер. Подождали бы. Немножечко. 20 секунд. Надо было ждать. Но в итоге сделали ошибку. Полезли на верхнюю линию сами. Ну и там их приняли. И вот это сейчас минус. Да, Эра размекрил довольно неплохо. Он не дал себя за реведжить. Он залез с крипа. Но как бы толку было мало, потому что очень быстро сберили койку. А остальным оставалось только убегать. Ну и фнатики отошли. Поставили небольшое количество вардов. Сейчас наблюдают за тем, как бегают у нас Аксевич и тот же Саленсер снизу. Понимают, что они им не могут угрожать. И у Escape Gaming здесь вот в их драхте есть одна брешь, которая не позволяет им пушить ТВРА. То есть как бы они ни хотели, но это 4 миличника. Это 4 героя, которые вынуждены подходить и бить. И если они начнут бить свои ТВРА, то тот же Тайтхантер, он просто чувствует себя как рыба в воде. И ему здесь слишком легко улететь. Escape Gaming могут драться только рисунками. Мидуан. Мидуан. Так и дождался Мидуан. Ночь включается. Боже, браво. Браво. Мидуан здесь стоял долго. Он стоял секунд 15 на одной точке. Он знал, что перейдет сюда кто-то либо Снардар, либо Найтсталкер. Он был прав. Он своей цели дождался. И у него уже почти 10 тысяч нутворца. Ну, фармить что ему? Мидуан силен. Мидуан очень силен. И это очень круто. Койква только один раз в карьере играл на Акста. Было в апреле 15-го года против Cloud9. А сам Койква играл в ставе Тинкеров. Ту игру Cloud9 выиграет. То есть Койква ее проиграл. Ну вот... Ну, эксперименты. Да, мы много говорили о том, наши аналитики... Там Синдерен погиб. Наши аналитики говорили о том, что у Койква не такой большой пул, в принципе, да, как хотелось бы. По факту так оно и есть. Хоть и игрок, он один из лучших на этом турнире. Для фэнтези лиги. Да, для фэнтези лиги в плане личного скилла, в плане того, как он отличается от других тиммейтов, насколько у него выше уровень, чем у других его тиммейтов. Но... Но это не... Вот и не муши, скажем так. Это не тот пока игрок, у которого настолько широкий спектр героев, что он может за турнир ни разу не сыграть на одном и том же, да? Поэтому... Поэтому вот выбор Акса, он довольно странный и, в принципе, сомнительный. Ну, можно сказать, что Койко, он больше специалист по тому, чтобы наносить урон в драке. Он специалист по тому, чтобы не первым рываться и умирать через Блэдмейл, а какой-нибудь инвокер, какой-нибудь штурмспиридж. Медведь. Да, да, да. Чтоб можно было бегать и реально раздавать. Поэтому сейчас, как бы, ну, такое ощущение, что Койко чувствует себя неуютно. В данном случае на Аксе. И Фнатики этим прекрасно пользуются. Они просто ждут свои кулдауны и под этими кулдаунами периодически выдвигаются на замес. Сейчас отсутствует Ночи. Ночи нет. При этом Найс Палки как учить ее не может. Драться абсолютно бессмысленно. И это очередная вышка. Но глобал, миди, муши, 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 муши! Уворачивается муши. Очень неплохо. Но, кстати, ответочка будет сейчас с командой Фнатик. Понимает Синдерен, что все очень опасно. Надо сбить ему. ТП не сбивает. Тридцать третий. Втроем нападали. Проюзали глобал. Не смогли убить муши. И это минус. Вот миди, она тут уже останавливает. Миди, пай, обзор. Очень больно. Сайленс, но не хватает. Сайленс, конечно же, это очередной фраг для команды Фнатик. Но мы понимаем, что это уже пошли фраги под треком. Да, ну, просто расклеились уже Escape Gaming. Такое ощущение, что игра у них не идет. Они набрали какую-то комбинацию героев и, видимо, до конца сами не понимают, что нужно с этой комбинацией творить. Ну, как минимум, нападать лучше днем не стоит. Лучше все это делать только ночью. Ну, да. А Фнатик ей там прекрасно пользуются. Вот Лансер, как многие отмечали, это замечательный герой в данной игре. Он может снять с себя минус армор Сладдера своим доппедгангером, он может снять с себя глобал, он может с себя снять вообще все, что угодно, если захочет убежать, сможет убежать, а АОЕ здесь очень мало. Тут, грубо говоря, на АОЕ только один Акс, но, как мы понимаем, с Аксом есть кому разобраться. Что, пошел, пошел у нас, пошла у нас ночь и посмотрим, придумает ли что-то Кьез внутри. У него находится Лайфстиллер, у Лайфстиллера с артефактами в принципе более-менее все в порядке. Есть Сэнш, есть Блайтстоун, есть Гармлет, то есть это, в принципе, уже более-менее нормальный набор. Посмотри, какая блестящая защита у Фнатик. Как они стоят? Да, да, они не видят никого. Они никуда не выйдут, да. А зачем выходить? У них как бы муж в команде, там все очень просто. Ночь на дворе, ребята все идем по домам. По нормам, все правильно, так правильно, абсолютно все верно. Это правильные мувы. И вот, 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 это команда, которая играет на Интернешнл, и так надо делать. Не надо выкупаться на Трэрблэйде и идти без формы в райт-клик, на хэграунд. Это на Интернешнл и так не выигрывают доту. Если ты не кореец, конечно. Если ты кореец, так выигрываешь. Ну, кореец, как угодно выиграет. Они нам уже показывали не раз. Ну, а тут, помимо того, что как бы ночь, да, конечно же, на Сталкером бьют чуточку больнее, но самое главное преимущество ночи это то, что у вас есть огромный вижен и Сларта и Саксы могут хорошо ворваться. Вот, отходят, отходят. Кстати, это неплохой довольно байт, потому что если в Рушпит порвутся, это беда. А Глобала-то нету на данный момент. И вот сейчас надо уходить потому что если хоть кого-то зацепят в натике, то посыпятся все. Ну и вот, TP-out и все верно. Верное решение. Не успели на Рошана и правильно сделали, что забили на него. Ну, стратегии реализуются на все 100. Тим Пларочка с Шадоу Шаманом. То есть мало того, что они Рошана забирают крайне быстро, мы видим, как Escape Gaming ничего с этим не могут сделать. Так, след за этим еще стоит огромное количество трап и все вот эти гангеры в виде Найс Сталкера, Слардера и того же Окса они не страшны, потому что Тим Пларочка этими трапами очень многих героев видит и доносит информацию. Ну что, 6-7. 22-ая минута. Преимущество у Фнати в районе 6000. А у них есть и Эгис. И они, в принципе, могут следующую драку подраться так, как сами захотят, а не так, как этого захочет соперник. У мужа Дифуза появились после Яши. У Тим Пларки по-прежнему все хорошо. Врыв, врыв. Проблемы могут быть у Хая. Но у Хая не должно быть проблем. Хая долго живет. Правда, надо ультовать. Сейчас пошел Сайлотз тут же сбрасывает. А Хая не стал ультовать. Его победили. Хезу там едва живой пытается уйти отсюда. Заберут ли его? Да, забирает Хезу. Хезу тоже погиб. Размен в 1-1. И продолжает драться у нас без рейвейджа. Проблема у Синдорена. Синдорен уже раскоставался на него, можно забить. Это минус 2. В общем, даже без рейвейджа Фнатики уже драки выигрывают. Да, ну так получилось, то, что впитывает Тейтхантер. Тейтхантер это танк. Тейтхантер это инициатор. У него пассивочка замакшена. У него огромное количество стиков мека. И если они будут всей толпой на него налетать, то тут Тейтхантер и Фантом Лайнстер шансов вообще не оставят. И нужно как-то Тейтхантера просто дизейблить. Слушай, по-моему, они сейчас... Да, они сейчас уже выиграют игру. По-моему, нужно Тейтхантеру просто кинуть Сайленс и забыть про него. То есть пока у него нет грейсов. Да, он себя скоро изнимет. Снимет этот Сайленс, по-моему. Слушай, а тут уже проблемы у Баракар сейчас начнутся. А фортификейшна-то нет у команды Escape Gaming. Ну и что дальше? Пошел дэмэдж в Бараке. Пока не спеша Мидуан не заходит на хэк-граунд. Просто дают Вардам побить. Вот это вот неприятно очень, что надо защищать уже свои Бараки. Как бы 23-я минута игры идет. Стоит так Мидуан. Ну, Мидуан, Мидуан бесстрашный. Не забываем... Варде отрабатывает. Мидуана две жизни, как бы. Мидуан может этим заниматься. Но это минус Барак. Койква агрит Мидуана. Тащит на себя. Далеко он не затащит. С форстафом ты не основа. Хорошо тащишь людей. Надо медленно их тащить. Ну и продолжает Мидуан бить Барак. И продолжается это состояние. А Escape не знает, что делать. Реверс все еще есть. И Escape Gaming очень боятся. То есть им сейчас нападать дороже себе. Нужно ждать, когда пропадет Аегис. Внезапно фнатики ничего не потеряли, а забрали милишный Барак. Да, варды реализовали. Варды кулдаун 65 секунд. Сейчас они откатятся, и можно снова пойти кого-то забрать. В принципе, можно даже далеко не уходить. Просто подфармить вражеских нейтралов. Может быть, забрать вышечку сверху. И Escape Gaming сейчас в нереально тяжелой ситуации. Что им делать, вообще не ясно. Как переворачивать. Да, ну что же, напомним. Команда, которая проигрывает сейчас. Вот на этой карте она покидает турнир. Команда, которая выигрывает, выходит во второй лаунг Лазеров. И что самое важное, завтра отдыхает. Завтра не играет. Они ждут проигравшего в третьей паре. В паре Альянс против Дихоума. И, собственно, завтра будут смотреть просто на своего соперника. А играть будут уже послезавтра, в среду. Ну, по американскому времени. Для вас, наверное, это уже будет четверг. Так, Акс не успевает завить. Мидван просто отпрыгивает от койку. Чудесная реакция. Айгис надо выбить, но спасают. Ну, слушай, выбили, выбили. Мекку заставили потратить, а Айгис выбили. Он бы скоро, он потом бы уже пропал скоро. Ну, вообще, да. Ну, как бы, это было бы слишком халявно, если бы они вот так просто за один Айгис забрали две стороны. И так много они получили за него. Хочется драку увидеть, какую-то битву? Или вот так же безвольно, собственно, будет проиграна эта игра? Ну, сейчас они в такой ситуации, что могут вообще никуда не идти. Стоим наверху. Желательно на возвышенности, так, чтобы мы еще поставили ворды. И ждем, пока центр пропушится. Центр пропушен. В это время мы видим, где находятся все игроки. И аккуратненько забираем вышечку. Напомню, что у Охая на Тайдхантере блинка нету, поэтому ворваться он далеко слишком не может. Есть у него форсап. Поэтому это, по сути, будет контратака такая, а не вот прямая атака. Ну, вот Синдрен отбрасывается курсой. Это максимум, что он может сделать. Падают бараки. Падают бараки. Падают бараки раз в 65 секунд, и они это будут делать. Напали на Лидмана. Тот же Хекс на Хьезу. Пошел глобал. Ждет Охая своего шанса. Ждет своего шанса. Продолжает бить. И вот мой шанс дождался Охая. Проблемы огромные. Забирает Сайленсера. Пытается развалить очень быстро лицо. Также и Обзора. Обзора тоже убили. Зажали также двоих героев команды Escape Gaming. Тут возле листочка. А Эра? Эра тоже погибает. Он без байбай, как Хьезу. Единственных пластовцев живых в этом замесе вместе с Кой Кой. Феноменальная игра от Фнатика. Да. Тайт Хантер, который был на ферст пике. И четыре милишника. Классика современной доты. Классика. Без шансов. Димон, милишники сейчас, по-моему, это вообще золото. Не, это золото, но не такие. То есть мы видели, как прекрасно реализуется Алхимик. Очень много таких героев, как Элдер Титан. Гуд гейм. Но в данном случае Фнатики сыграли просто бесподобно. И это замечательная игра. Да, Фнатики эскейп встречались только на финалах Эпицентра. Тогда эскейп выиграли 2-1, а Фнатики вылетели от них с Эпицентра. Ну и вот она, Мстя, вот он Муши и его записки на листочке. Ну, легчайшая для него. Легчайшая. Действительно легчайший вечер для Фнатиков. Ну, как видно, то, что они по ходу турнира не прибавили. Мы все помним, как жестко начинались группы. Многие думали, что сейчас они упадут в лазера, и им там сразу конец. Но в данном случае Муши и компания, это именно та команда, которая прибавляет по ходу турнира. И с каждым матчем они играют все лучше и лучше. Ну что ж, вот Эра. Мы видим настроение, в принципе, неплохое у эскейп. Они, только их попадание на этот турнир. Я общался и с Эра, я общался и с Ябзором. Только попадание на этот турнир для них уже считалось успехом. Это понятно. Самое главное, я говорил с Ната Хексом, это тренер их команды. И что самое главное для нас, это сохранить этот состав после интернешна. Потому что мы видим потенциал, мы видим будущее. Молодые игроки, хороший спонсор, хорошая организация. Ну и, пожалуй... И самое главное то, что все игроки перспективные. Да, да. Стоит пожелать им только удачи. Потому что это хорошая цель, это довольно неплохая цель. То есть, мне нравятся команды, которые приезжают на турнир и они реалистично относятся к себе. То есть, они не кричат, что мы приехали за топ-3. Они говорят, что наша цель пробиться на турнир, пройти через квалы вайлдкарт. А дальше, если не пойдет, ничего страшного. Главное показать, что мы что-то умеем. И просто показать, что мы умеем играть в доту. Мы можем попасть, выиграть 100 тысяч долларов в конце концов. Так что, все более-менее хорошо. Ну что же, ребят, одна игра осталась. Самое интересное. Рулетка, рулетка. Лузера. Да, рулетка продолжается. Сегодня вылетит еще одна команда. Будет это Дэнди или будет это Куроки? Мы узнаем очень скоро. Na'Vi Liquid минут через 20. Ну а пока для превью следующего матча, для короткого обзора этого матча мы передаем слово, конечно же, Ивану и нашей невероятной студии-аналитике. Слово. Это было даже слишком просто. Escape Gaming не показали абсолютно никакого сопротивления ребятам из Fnatic и заканчивают свое путешествие на этом The International, занимая 13-16 место. На самом деле, весьма закономерный результат, ведь Escape Gaming — это команда, которая единственная из всех 18 коллективов, которые сюда приезжали, за весь сезон ни разу не попала в тройку. Ни на одном LAN-турнире, ни на одном онлайн-турнире. Вообще нигде они не были в призах в целом за сезон. И вот такой же результат на самом The International. Ну, Wild Card прошли и хорошо. И о них это очень даже результат, я считаю. Да, у Синдерана 100% винрейт по попаданиям на The International. Ни разу он, ну, если не считать первый International, не отбирался туда прямым инвайтом и всегда он пробивался туда окольными путями через квалификации. У нас интервью, Сахай. Проиграли во время Group Stage. Это первый матч, который мы выиграли, так что все отлично. Вы не очень важно показывали себя на протяжении нескольких предыдущих крупных турниров. Что вы поменяли, что вы покажете нам нового на TI, чтобы доказать, что вы на более высоком уровне. На самом деле у нас не хватало немножко уверенности в себя. Мы проиграли много матчей в Group Stage. Мы не могли найти свою игру, но так вообще есть заготовочки. Мы вообще хотим очень многими героями отыграть на этом турнире. Это, кажется, уже традиция конкретно этого TI. Как вам удается собраться, вести нас снова настроиться после такого количества проигрышей? После первых нескольких дней Group Stage мы просто попытались собраться, не слишком переживать, нормально относиться ко всем остальным матчам, просто относиться к каждой следующей игре, как обычно, и к игре. Мы не пытались там говорить, ой, все плохо, надо вот сейчас прямо победить. Мы просто пытались нормально играть, не нервничать и играть в свою игру. И Хоум или Альянс – это одна из тех команд, которую вам надо будет завтра преодолеть. Кому из них вы больше готовы? Мне кажется, что я готов, в принципе, предпочел бы играть против Альянсов, потому что, мне кажется, у нас против них шансы выше, но и против Ихоум, мне тоже кажется, мы готовы играть. Спасибо за интервью. Спасибо, Ахайо. Очень опрометчивые слова от Ахайо по поводу того, что он готов играть против Альянс. Я так не думаю. Я вообще не думаю, что Альянс будут играть против них в нижней части сетки. Ты бы этого не хотел, наверное. Да, я бы этого очень не хотел, но об этом уже завтра. Итак, ребят, хочется подвести итоги вот этого матча. Конечно, он был не особо продолжительным, поэтому особо анализировать тут, я думаю, и нечего. Просто проигранная в салат игра. Вы можете только помочь мне и нашим зрителям понять, за счет чего эта игра была так быстро и так безвозвратно проиграна. Артур. Пик лучше, исполнение лучше, игроки лучше, победа. Кратко и быстро. Ну, у Escape была хоть какая-то инфест-бомба, чтобы для кого-то убивать, но каждый раз они прыгали только в Тайтхантера. За это платили другими героями. Тайтхантер даже порой Мекку не нажимал и Ревич, хотя у него все было. Но тогда Escape взяли не своих героев. Опять же, от них многого никто не ожидал, но такими героями они здесь точно не выиграли бы. Все, что они выиграли, это было с Лондроидом. С Митей перепроверили, да, все их выигранные карты были только с Медведем. Две из четырнадцати действительно. Владимир, видимо, и Фнатик это тоже проверили, именно поэтому Лондроид был первым баном, собственно, на этой карте. А против них все в группе банили, только те, кто отдавали, проигрывали. Да, Нави не забанили и Алианс не забанили. Ну вот, я не знаю. Ну, действительно, видимо, не хватило пула с Escape, чтобы нормально выступить на этом турнире, не знаю. Потренироваться еще надо, судя по всему, потому что здесь вроде задумка была, но в то же время Фнатик позволяли себе делать на карте абсолютно все, что им вздумается. Темпларка фармит стаки, фармит первого Рошана уже на десятой минуте. Просто перевес по Нетворфу. Муша вообще никого не видел минут двадцать. Да, на Фантом Лансере, при том, что ему вот здесь, как только он купит диффуз, манту, барабаны, уже вот эти пять героев ничего не смогут сделать. Ну что же, с этим матчем мы закончили. Желаем успехов команде Escape Gaming в следующем сезоне. Ну а мы переходим к последней встрече, к самому интересному событию сегодняшнего дня для СНГ-болельщика. Это матч Натус Винцера против команды Ликвид. И перед тем, как мы начнем обсуждать этот матч, конечно же, несколько видео, которые приготовили для нас Valve. И первое видео про Дэнди. Давайте поехали в машину. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором... Окей, мы здесь в СНГ-болельщике, это время добиться... ...вы-вы-вы! ВСНГ-вы-вы-вы-вы! ВСНГ-вы-вы-вы-вы! ВСНГ-вы-вы. Комментарии! ВСНГ-вы-вы? Но это рискин, так что я волнуюсь о твоей жизни. Здесь есть еще один комнат. Я думаю, это было в моей бабушке. Это было... Это был подарок, я думаю. Я не помню. О, красбери! Ну, кстати, последний был... Так, давай вот этот, давай! Окей, я буду пить боталку здесь. Знаешь, мне кажется, что я медленник. Это обычная вещь. Пить боталку на руне. Добавляем здесь. Поехали! Ух! Ну, ты пой, я буду пить боталку. Так, вперед за цыганской звездой кочевой... Моя мама готовит. Я думаю, что не готовит, а просто кусает еды для нас. Это какой-то чиз. Что ты делаешь? Моцарелла с базилик. Моцарелла с базилик. Да. Я не знаю, что я делаю. О, боже. О! Хе-хе-хе. Трешное мясо. Окей, хе-хе. Знаешь, какие-то истории, и все эти вещи. Окей. Осень в срок, не срывай с опор, грудь продуть. И проветрить простор, и на крыльях. Минутной мечты улететь за мосты, где сады лепки. ТАРАДАДЕЙ. ПАРАМ БАМТы РАМ. ТАРАДАДЕЙ. ПАРАМ БАМ interestingly, ну не то, кому я сладогу душе. Спасибо за kita, и замечательно, что вы тебя Mant Association! Вот знают, что показать, конечно, изголодавшимся по домашней кухне и по шашлычкам по лету Ребятам, которые в Америке уже несколько дней находятся, больше недели Конечно, хороший тур, Денис, спасибо большое Спасибо за демонстрацию всего этого Сразу захотелось на дачу У меня давно уже ее не было Дани, я думаю, пока не хочется на дачу Сейчас ему с Ликвидами предстоит Best of One И вот как раз о Ликвидах сейчас и пойдет наша речь Потому что самое время посмотреть профайл игрока команды Ликвид Матумба Мена в Финляндии, как в Национальной Лиге. Потом появился момент, когда у нас был такой тренер, он как-то уехал. И это было не так много времени для меня. Я был в школе, это было в втором году. Я потерял свою любовь. У меня не было, как-то, в жизни. Я потерялся от каждого курса. Это было не так много времени для меня. Когда я начал dating его, он был очень много, и он не было ничего в жизни, что бы ему было значение. Когда он остановил игрок, который он делал так долго, я увидел, что он был очень депрессивный. Но когда он вернулся, и начал играть в Дота, мы увидели, что, окей, он был вернулся. У него было что-то, что-то, что он был вернулся на, и что он был вернулся на. У меня был, что он был поменял Дота в бейсболе. Я нашел, что я нашел в жизнь снова. И я всегда хотел быть лучшим моим друзьям, чтобы я мог бы сказать, что я мог бы об этом. Лассе взял Дота во время играть очень серьезно. У меня нет никакого того, как талент. Это более, как работа, который я ввожу. И я думаю, что все могут получить все, что они хотят, если они просто заставить это время и это комитет для того, чтобы сделать что-то. Он такой, который никогда не поднимает нищу, но не приводит никакого негатива для моих колец, а мне сам. Когда ты видишь Матумба, он всегда романит всего. Для меня это это гейминг, это интертейн. Я люблю делать это странное, и люди могут смешать. Это очень рад, Если ты работаешь за что-то так трудно, то ты думаешь, что это видео-гейм. И потом ты получаешь эти моменты, когда ты расслабляешься, и это привлечитый потенциал. В начале он был очень нервный в турнире, но он очень трудно улучшить себя. Он показал себя одним из лучших карьер игроков в мире. Я думаю, что он очень сильно удастся. Когда я смотрел его первой турнире, я знал, что это было огромное. Сейчас это становится семейная вещь, смотреть на игры. Конечно, я рада Лассею. Я рассказал многих коллегам, что теперь он в ТИ. Знаете, как большая эта история? Вчера это было потрясающе, и он был очень фокусирован. Я рада Лассею, потому что он может быть один из лучших игроков в мире. Он делает жизнь своей мечты. Я хочу победить очень плохо, но в процессе я не хочу потерять себя. Я не хочу потерять себя, потому что легко потерять себя. Стресс огромен. Нужно победить. Нужно победить. Иногда. Я не хочу еще жить по-другому. Я хочу жить по-другому. В цели стремишься к чему-то, главное не забыть, кто ты есть. И это самое главное для Матумба. Но вот сказал он о том, что хочет выиграть этот турнир. Вообще для него это первый International. Мы помним, что на прошлых квалификациях он очень хорошо отыгрывал за команду 4-яка и морской капитан. Собственно, он и был этим морским капитаном, потому что он в морскую школу ходил. И заняли они там тогда третье место. Уступили команде Natos Wincer. Уступили.